Книга «Открытым оком», вопрос 1807, тема жития. «Почему в житиях постоянно все клянутся, и не просто прохожане, а те, кого называют святыми?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «По бесстрашию, по неверию словам Христа, и авторитет этих святых нас не должен немало убеждать, что они были правы. Когда они клялись, то их нужно было заклятво наказывать, согласно канонов церковных». Матфея 5, 34-37. «А я говорю вам, не клянись и вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого?» Матфея 5, 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас, да, да, нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Василий Великий, правило 29. «Посему поклявшийся должен исправить свои мысли, а не стараться утвердить свое беззаконие. Грех всячески должен не испровергать и истреблять». Никола Чудотворец, память 6 декабря. «Если бы, — говорил спасенный отец, — не восставил меня твоими щедротами, великой милости Господь, то я, несчастный отец, давно уже погиб бы вместе со своими дочерьми в огне Содомском. Ныне же мы спасены тобою и избавлены от ужасного грехопадения». И еще много подобных слов говорил он святому со слезами, едва подняв его с земли святой угодник, взял с него клятву, что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что было, что с ним было. И Улиания, память 21 декабря. Она же, исполненная доброго упования, возражала и безбоязненно говорила, «Неужели и ты подобен глухим богам своим, ибо имеешь уши и не слышишь? Не сказала ли я тебе, склятваю, что не может быть у меня общение еле в сие, если сначала он не согласится поклониться Христу моему? Итак, не обманывайся, не пустословь, надеясь убедить меня. Если хочешь, обратись и ты к Богу моему. Если не делаешь этого, то убей меня, брось в огонь, покрой ранами, предай зверям и подвергни каким угодно мукам, но я не послушаюсь тебя, ибо ты противен мне. Супружество с тобою для меня все равно, что дружба с бесами, и брак с тобою тоже, что гроб смердящий, положенный пред глазами моими». Обручена она была еле всею на девятом году от рождения своего. На восемнадцатом же году кровью своею сочеталась с женихом бессмертным. Макарий Александрийский, память, 19 января. «Когда я, — продолжал по ладе, — рассказал о том пресвитеру, то он, склятвою, обещался более несвященно действовать. После сего преподобный Макарий, взяв того пресвитера, сказал ему, «Верешь ли ты, что существует Бог, для которого нет никакой тайны?» И пресвитер исповедал свое грехопадение и обещался более не грешить и несвященно действовать, но жить мирским человеком». Память трех жен, 10 сентября. «По прошествии нескольких дней один вельможа, услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силы взять меня к себе. И посланные требовали, чтобы я немедленно шла к их господину, но в настоящее время я одержима женской болезнью и нечиста от постоянного кровотечения. Затем я пригласила к себе родственника своего, человека богобоязненного, и под страшную клятву я взяла с него слово, «Чтобы он распродал мои поместья и дома и вырученные суммы раздал нищим». Варлам Новгородский память, 6 ноября. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовали Прокопий Малышевич, постригшийся потом под именем Парфирия, его брат Феодор и другие жители Новгорода, желавшие подвизаться в тишине и безмолвии. Святый Варлам принял иноческое пострижение от некоторого священно-инока. Преподобный Варлам неустанно получал всех приходивших к нему. «Чадо, влюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегитесь судить неправо, не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее». Марк Постник, память 5 марта. «Сей святой подвижник превзошел всех иноков по снической жизнью своей. Предавшись вместе с тем изучению божественных писаний, он достиг совершенства в добродетели. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам склятву и свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн своей рукой. На всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то принимал святые дары от ангела, который вдержал лжицу и сам причащал его. Слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю. Такова была его кротость. Преподобный пребывал в иноческом звании 40 лет и нес подвиг поста в течение 60 лет. Стали от роду он отошел ко Господу. Аполлони память 10 июля На допросе он объявил себя христианином, и правитель стал принуждать его поклясться именем императора. На это святый Аполлон не сказал ему, не следует клясться именем смертного императора, а надлежит клясться только именем творца и создателя всякой твари. Смерть согрешивших держит на примете Семь с половиной тысяч лет упорно. Внезапно гибнут взрослые и дети На море, по пустыням и в ущельях борных. Любой предмет, конверт, копыта, зубы, Стекло, веревка или провода, Во всем есть смерть, Кого-то это сгуби. Та вещь уже на нас нацелила рога. Смерть окаянная незримо притаилась, Бесвкусной рыбьей костью за столом, А кто-то у вина попал в милость, Пятидесятый не допел псалом. Подобное в кино смотрел и в книгах, Не раз примеривал греховности своей, Что зафиксирует мой взгляд в последнем миге. В постель, любимую, смерть проскользнет ко мне, Так каждый день, вставая и ложась, Прилаживаясь к смерти, представляю, Что выжить в продолжении малый шанс, За чей-то счет бесплатно, на халяву, Приговоренный к самой высшей мере, Еще в утробе, в чреслах у отца, Угарным газом задавлен узкой дверью, С гримасой искаженного лица. Мне не обещано с улыбкой умереть, Но заповедано быть верным до конца, Молиться за врагов, благословляя смерть, Пока по шее не пройдет коса. Читая жития святых, любуясь, Кончиной благородной по Писанию, Примериваем вещь к себе любую, Проблеять овцами, а не рычать бы псами. С молитвой за врагов, колено преклоненным, Под меч склониться в царственном поклоне, Войти в число спасенных миллионов, Тлен заменить победным благовонным. 16. Июня 2003 год. 15 лапки.